Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о новом релизе от Hourglass, а именно их рождественской коллекции. Кстати, ребят, не прошу дисклеймер. Если вы слышите звуки вентилятора и кондиционера, то извиняюсь заранее. Прошлой ночью наш кондиционер полетел, и в общем сейчас мы ждем нужных деталей. Именно поэтому я поняла, что я сегодня не смогу без вентилятора. Надеюсь, он не слишком много шума делает, и поэтому заранее извиняюсь за шум, который вы можете услышать в течение всего видео. Я являюсь тем человеком, который покупает палетки Hourglass ежегодно, поэтому сегодня у нас будет много свочей и сравнений. На этот раз Hourglass вышел с тремя разными палетками. Палетка, которая подойдет для светлой кожи, палетка, которая будет отлично смотреться на загорелой кожи, и палетка также для прям очень-очень загорелой кожи, что очень здорово, потому что до этого Hourglass подвергался большой критике из-за того, что они как раз-таки были неинклюзивными, и мне нравится направление, в котором они движутся. И палетка, которую я взяла, называется Lighting Edit. Только эта палетка была доступна на Sephora раньше всех. Я думаю, что она появилась там раньше, чем на любых других сайтах. Что меня привлекло в этом релизе, это дизайн их палетки. Он совершенно отличается от того дизайна, с которым они обычно выходят. Во-первых, это металлическая упаковка, которая закрывается на магнит, что очень красиво и необычно для Hourglass. Эта упаковка сделана под мрамор. Кстати, мне напомнила эта упаковка почему-то упаковку теней от Too Faced. Это примерно такой же материал на самом деле. Я не могу сказать, что я чувствую, что это прямо люкс-люкс. То есть, может кому-то показаться, что на картинке эта упаковка смотрится супер красиво, но в жизни упаковка их прошлых лет, она как будто бы смотрится и чувствуется чуть подороже. Но зато эту упаковку можно переработать. Как и каждый год, эти палетки продаются по 80 долларов или около 7500 рублей, если не ошибаюсь. Она сделана в Италии, срок годности составляет 12 месяцев. И внутренность палетки этой, она тоже претерпела изменения. То есть, вместо того, чтобы здесь поместить два рефила, они поместили такой один большой рефил, что и плюс, и минус. Мне кажется, вообще на самом деле, большой, огромный рефил, он заменил нам вот эти две пудры. Как-то так. Вот такое ощущение, что это именно то, что произошло. Но почему-то мне кажется, что, возможно, даже вот такой большой рефил их пудры, он будет более удобен для того, чтобы набирать нужное количество пудры. Давайте поговорим теперь о оттенках. Первый, естественно, это большой рефил пудры. Называется пудра, это Infinity Powder. Это пудра не новая. Эта пудра есть в коллекции Hourglass, ее можно купить по отдельности. Далее мы видим яркий розовый оттенок румян. Называется он Vibrant Heat. Следующий оттенок в этом палетке, это бронзер. Называется он Ambient Lighting Bronzer. Этот оттенок, так же, как и предыдущий румяна, это новые оттенки в этой палетке. Называется золотистая бронза. Далее мы идем вниз и видим невероятно красивый оттенок румян. Такой оттенок, я бы сказала, пыльной розы. Невероятно красиво на осень будет. Этот оттенок называется Luminous Rose, а именно мягкий сливовый. И последнее, что мы видим в этой палетке, это хайлайтер. Это также новый оттенок, и хайлайтер у нас в оттенке шампанского. Эта палетка звучится просто шикарно. Очень красивые оттенки, яркие, насыщенные. Во всех оттенках, я бы сказала, есть большое количество блесток. То есть это, наверное, не та палетка, которая понравится людям, у которых, ну, прям очень жирная кожа. Потому что, понятное дело, блестки и жирная кожа, это не очень хорошая комбо. Теперь давайте непосредственно перейдем к тестированию этой красивущей палетки от Hourglass. Итак, давайте начнем, скорее всего, с пудры. Вот честно, пудры у Hourglass, это то, чем они так знамениты, что очень многие бренды пытаются их скопировать, не так ли? У меня на лице была пудра, я нанесла ее в начале дня, но, наверное, она уже вся улетучилась. Что мы должны увидеть, когда наносим эту пудру, это такое сияние кожи, как будто бы изнутри. То есть, вроде как у нас лицо запудрено, но этого не видно, я бы сказала так. И я пока что ничего не вижу. Давайте нанесем еще больше, больше на кисть. Честно, мне кажется, пудра это что-то, что сложно иногда увидеть, когда такое большое количество света, мне кажется. Видна ли какая-то разница или нет? О, смотрите, мне кажется, сейчас я вижу этот блеск. Давайте я немножко убавлю свет. Видите, ребят, этот блеск? Ощущение такое, что у меня на лице опять же хайлайтер, но нет, это пудра, которая дает этот эффект свечения изнутри. Вау, сейчас я это вижу. Это смотрится красиво. Есть небольшое сияние на лбу, но это не смотрится настолько красиво, как сияние на щеках этой пудры. Круто. Давайте попробуем теперь, наверное, наш бронзер. Каждый год оттенки бронзера в их палетках, они отличаются. Мы посмотрим на это в конце видео, но определенно в этом году он не выглядит холодным, каким он был два года назад в палетке Hourglass. Я использую кисть от Ruffer под номером 04. Знаете, мне кажется, он выглядит слишком красноватым, какой-то красноватый, рыжеватый такой у него потон, нет? Я не знаю, нравится ли мне этот оттенок. Формула невероятно хорошая, очень мягкая, как шелковая, да? Немножко нанесем вот сюда, для того, чтобы немножко законтурить наше лицо. А вот сейчас я смотрю на бронзер на щеках, на скулах, я понимаю, что он вообще-то смотрится очень даже неплохо. Возможно, я была не права, когда сказала, что оттенок какой-то странный. Давайте попробуем теперь наши румяна. Мне кажется, румяна в этих палетках это то, что привлекает большинство людей. Я использую свою кисть от Ruffer под номером 05. И, наверное, я хочу начать с самых светлых, конечно же, румян. Это яркий такой розовый оттенок. Посмотрим на это. Окей, это очень красивый, освежающий, розоватый оттенок, который, мне кажется, подойдет большинству. Наносится шикарно, я не вижу, что подчеркиваются мои поры, кстати. Это очень круто. Обычно же как-то наносишь какие-то сияющие румяна, и тут же поры, они подчеркиваются. У меня есть поры, поэтому я очень рада, что это не происходит, что они не видны вообще. И вот так эти румяна смотрятся с не таким большим источником света. Красиво. Мне нравится этот оттенок. Как-то он сразу освежает лицо. Давайте попробуем теперь наш последний оттенок румяны из этой палетки. Я обожаю такие оттенки. Пыльная роза, что-то вот такое. Идеально на осень, зиму. Я использую ту же кисть, но другую сторону ее. И еще немножко. Ощущение такое, что эти два оттенка, они смотрятся одинаково, как будто бы. Может быть, другую кисть попробовать уже тогда, это будет лучше наноситься. Я использую синтетическую кисть, кстати. Хотя, может быть, издалека этот оттенок, он и смотрится более активным и насыщенным, чем этот. Но, смотря в зеркало, я не вижу какой-то колоссальной огромной разницы между этими двумя румянами. Далее, давайте попробуем этот хайлайтер. Он у нас в оттенке шампанского. Я использую кисть, свою любимую кисть, кстати, от Morphe под номером M501. Это просто самая идеальная кисть для нанесения хайлайтера. И я пользуюсь ей просто каждый день, честно, каждый день, в каждом видео, если вы заметили это. Хайлайтер. Смотрится красиво. Действительно видно это сияние, как будто бы изнутри. Смотрится невероятно естественно и дорого. Да, то есть макияж без макияжа, что-то вроде того. Ваша кожа светится изнутри. Вот такой посыл у этого хайлайтера. Красиво, и мне кажется, с ним очень будет сложно переборщить, потому что он очень легкий по своей текстуре, по пигменту. Еле заметен. Я наношу его достаточно много, пытаюсь нанести. Взять кистью его. Давайте нанесем немножко на нос, лоб, и вот сюда. Кстати, это интересная информация, но вообще узоры каждого рефила, они уникальны для каждой палетки. То есть нет такого, что узоры повторяются в каждой палетке, потому что все это делается вручную. Мне показалось, это очень интересная информация. Таким образом выглядит наше лицо с использованием палетки от Hourglass из их рождественского релиза 2021. Но вот так это все выглядит с хорошим нормальным источником света. Честно, мне нравится, как я смотрюсь в своем мониторе. Прям смотрится очень... Как будто бы эта палетка, она освежила мое лицо. То есть это не какие-то, знаете, уникальные, как бы да, это уникальные цвета, но как будто бы в этой палетке есть что-то особенное. И мне кажется, это особенное, это как раз-таки особенная формула. Они используют флуоресцентные технологии, и это нельзя не заметить на лице, потому что лицо ваше, оно выглядит просто на все сто. Итак, давайте посмотрим на различия палетки этого года, новой и палетки с прошлого года. Они супер похожи, не так ли? То есть в обоих палетках есть пыльно-розовый оттенок, в обоих палетках также можно найти хайлайтеры цвета шампанского. Супер похожи, и возможно, если у вас есть палетка с прошлого года, вам не нужна эта палетка. Гамма одна и та же, вы получаете почти одни и те же оттенки, которые чуть-чуть потемнее, чем они были в прошлом году. Сейчас я просто хочу посмотреть, есть ли какое-то различие в пудрах из этой палетки и из этой палетки. Та, что сверху, это пудра из прошлогодней палетки, и эта пудра из новой палетки, они выглядят идентично. Наверное, единственное отличие, это то, что пудра из новой палетки выглядит более белесой, чем пудра из палетки прошлого года. Если провести параллель и сравнить эти три палетки, которые у меня есть, то можно увидеть, что с каждым годом палетки, они увеличиваются в насыщенности, то есть они становятся более темными. Первая палетка, вторая палетка уже чуть более темная, и третья палетка этого года уж точно очень насыщенная. И подводя итог этого видео, я довольна покупкой, мне понравилась эта палетка, дизайн на высоте, такого мы точно не ожидали от Hourglass, все красиво смотрится, классно, что упаковка эта перерабатывается. Очень здорово, что они решили немножко поменять положение рефилов этой палетки, это круто. Конечно, формула, она осталась такой же здоровской, это очень естественное сияние. Такое ощущение, что у вас на лице не хайлайтер, а это ваше собственное сияние кожи. Формула Hourglass, она очень тонкая, едва заметная, знаете, не как хайлайтеры от Jaclyn Hill, да, когда вы делаете свайп, и все, у вас прям такой блеск, который видно из космоса, нет, это очень нежный блеск, поэтому сложно отличить, есть ли у вас макияж на лице или нет, настолько эта формула суперская. Другой вопрос, нужна ли мне была эта палетка, так как я делаю обзоры на косметику, то да, я купила ее, но если бы я не делала обзоры на косметику, наверное, все-таки я бы пропустила этот запуск, потому что я знаю, что у меня есть почти такие же оттенки в моих других предыдущих палетках Hourglass, зачем покупать палетку, которая чуть-чуть отличается от тех, которые у тебя есть, потому что они чуть темнее, но я могу взять кисть и чуть лучше надавить на рефил, и оттенок румян будет более насыщенным, правильно же? Поэтому я считаю, что если у вас, опять же, есть такие палетки или одна из них, особенно если с прошлого года, то, возможно, вам она даже не нужна, потому что все почти одно и то же, все повторяется. На этом я буду заканчивать свое видео, ребят, спасибо большое за просмотр, надеялись, оно помогло вам определиться с покупкой. Интересно узнать, ребят, что вы думаете о новом запуске от Hourglass, если это в вашем виш-листе или это мимо вас. И я, в свою очередь, хочу пожелать вам хорошего дня, прекрасного настроения, хороших выходных, и всегда оставайтесь красивыми. Ваша Юля, не прощаюсь. Всем пока!